Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас приветствую с компанией «Водопусть», я эксперт врач компании «Орчегаса Валяйна Викторовна». Сегодня наш вебинар будет проходить в рамках мини-курса и посвящен он проблемам кожи. Но перед тем, как приступить к клиническому разбору, вначале узнаем, что такое кожа, какое строение она имеет и какие функции выполняет. Итак, кожа – это такой же орган, как и все другие нашего организма. Нужно сказать, что кожа является самым крупным органом. Так как если измерить площадь кожных покровов человека, то у среднего человека, да, не думаю, площадь кожных покровов составляет около 2 квадратных метров. Если же измерить массу кожи, которая вместе с подхозной зоровой клетчаткой, будет составлять примерно от 7 до 11 кг. Как видно из этих параметров, кожа является очень крупным органом человечества организма. Кожа – это не просто граница организма, который отделяет организм от бывающего мира. По состоянию кожи, по ее внешнему виду, можно определить состояние человека. Состояние человека как физическое или, как видите, телесное, так и его душевное состояние. То есть, другими словами, кожа является зеркалом, которое отражает внутреннее настроение организма человека. Какое настроение имеет целом кожа? Вот здесь, на представленном слайде, вы видите кусочек кожи, который отобразован в разрыве. И здесь мы можем четко увидеть три основных слоя, которые имеет кожа. Самый наружный слой кожи, он называется эпидерм. И мы сегодня разберем более подробное расстояние каждого из своего кожи. Следующий слой кожи или собственная кожа – это слой, который называется дерм. И непосредственно третьим слоем кожи или попугольная кожа дерма является похожим на кожу. Вот три основных инструмента кожи. Теперь давайте посмотрим, как устроен слоя кожи, в этих слоях. Итак, поверхностный слой кожи – это эпидерм. Эпидерм – это слой, который образован многофлойным плоским петелием. И представляет собой роговевшие клетки. И эти клетки, которые содержат керосин. Эпидермис представляет собой такой элемент кожи, который включает в себя еще и самостоятельно пять отделов, пять слоев. И вот давайте посмотрим, что это за пять отделов. Начинаем от внутреннего к наружному. Первый слой эпидермис называется базальный. Затем идет шиповатый, зернистый, блестящий. И самый наружный слой эпидермиса – это непосредственно длинный. Затем идет шиповатый, зернистый. Затем идет шиповатый, зернистый. Эти слои кожи, которые состоят из этих клеток, которые интенсивно делятся. Происходит здесь постоянное деление. Поэтому появляются новые клетки керосин и постоянно заменяют верхний роговой слой. И происходит его постоянное окучивание. И вот это правильный процесс роговения укрепления. И вот это правильный процесс роговения укрепления. Дерма – слой кожи, который имеет толщину от 1 до 3 мм. И толщина дерма зависит от того, на каком участке кожа рассматривается. Что заключает в себе дерма? Дерма включает в себя элементы соединительной ткани и сетчатой ткани. И благодаря наличию этих элементов кожа, она способна такому воздействию, как лежателю и растяжению. Вот у меня такой вопрос, уважаемые слушатели. У меня хорошо слышно, потому что сетчатки-то проблемы со звуком. Если возможно, напишите, пожалуйста, в чате, как вам слышно. Так, а теперь как меня слышно? Так, ну вот, хорошо теперь, слышно хорошо. Отлично. Спасибо большое. Итак, мы остановились на внутреннем, среднем слое кожи, или, собственно, кожи, которая называется дерма. И говорим о том, что эта часть кожи, которая имеет разную площадку, в зависимости от того, на каких участках ее рассматривают. Дерма включает в себя элементы соединительной ткани и сетчатой ткани. Благодаря этому кожа способна сжиматься и растягиваться. То есть, другими словами, обладает эластичностью. И давайте обратим внимание на то, что дерма – это тот слой кожи, который обладает хорошо развитой кровеносной сетью. То есть, здесь очень много кровеносных капилляров, в отличие от эпидермиса, наружного слоя кожи, где кровеносных капилляров нет вообще. В дерме очень много кровеносных капилляров. Нужно сказать, что в дерме имеется еще очень много нервных окончаний. И эти нервные окончания выполняют функцию рецептора. Благодаря этому мы ощущаем различные воздействия на кожу. Это могут быть механические воздействия от прикосновения и от различного порога чувствительности переходить в болевую чувствительность. А также, благодаря этим нервным окончаниям рецептора, происходит ощущение температуры, холода или тепла. Итак, дерма включает в себя два отдела. Это сосочковый и сетчатый слой. Сосочковый. Он так и называется, потому что он состоит из кожных сосочков, которые включают в себя кровеносные сосуды. Но, помимо этого, в сосочках также содержатся, как мы сейчас обозначили, нервные окончания, а также еще и придатки кожи, такие как потовые железы и волосяные поликулы. Сетчатый слой. Сетчатый слой, он располагается в дыже и, с другими словами, на границе с подкозной начаткой. И в этом слое располагается в аллогеновых волокон, то есть элементов соединительной ткани. И между дермой, то есть сетчатым слоем, и нижним отделом кожи, подкозной жировой пяткой, уже будут находиться большие сосудистые склетения. Третий слой кожи, или гиподерма, то есть гипопод, самый нижний участок кожи, подкожно-жировая клетчатка. Здесь, в этом элементе кожи, находится очень большое количество жировых клеток, которые как раз и образуют подкожный жир. Нужно сказать, что количество жировых клеток в течение жизни не увеличивается. Количество жировых клеток, ровно такое, какое было при рождении. Количество жировых клеток образуется в период эмбриогенеза. Что же происходит с жировыми клетками? Если они не увеличиваются в количестве, то в течение жизни они могут увеличиваться в размерах. И происходит накопление жира. Такая вот особенность жировой ткани. Итак, зачем же нам нужна подкожно-жировая клетчатка? Какую функцию она выполняет? Ну, прежде всего, нужно сказать, что подкожный жир является энергетическим материалом. То есть при окислении, при сжигании жиров, собратуется достаточное количество энергии, которое необходимо организму, ну, допустим, в период каких-то фиксирующих ситуаций. Либо для поддержания температуры тела. То есть в зависимости от конкретных ситуаций. Можно сказать, что подкожно-жировая клетчатка выполняет функцию амортизации. То есть защищает внутренние органы от различных механических воздействий. А также обеспечивает тепловую изоляцию для всего организма. Вот так устроена, собственно, кожа. Но, можно сказать, что в коже имеются еще и такие элементы, общее название которых кожные придатки. Кожные придатки тоже это. Ну, это прежде всего волосы, ногти. Это железы потовые. Железы есть молочные. И железы есть стальные. Вот это все относится к придаткам кожи. Какую функцию выполняет кожа? Кожа выполняет несколько. И первая функция, о которой хочется сегодня поговорить, это защитная функция. То есть кожа обеспечивает защиту нашему организму, так как являются вот этой самой границей между организмом и внешней средой. Кожа очень плотный орган. И предотвращает воздействие организма от различных внешних механических воздействий. Еще раз. Она оберегает тепло. Клетки кожи вырабатывают особые вещества, которые обеспечивают так называемый местный иммунитет. То есть кожа обеспечивает элементы защиты, элементы иммунитета. И благодаря этим веществам, которые вырабатываются в клетках кожи, происходят препятствия проникновения различных микроорганизмов непосредственно уже в организме. При нарушении этой функции, когда страдает иммунная защитная функция кожи, микроорганизмы могут проникать. И начальный этап, который заметен в визуальном поверхности, это различные дневничковые поражения на коже. А также кожа осуществляет функцию не только по механической защите, но и еще и по химическим. То есть различных ядовитых компонентов. Препятствуют их проникновению в коже. Это такой вот своеобразный, естественный барьер. Кожа участвует в обменах процентов. И вообще кожа органом... На первом месте к органам деления относятся. Дыхание. Кожа тоже... Благодаря тому, что в коже имеется около 2 миллионов кутовых желез. И ежедневно через кожу происходит выделение около где-то пол-литра, 700 миллилитров, пол-литра жидкости воды в сутки с различными метаболитами, которые в ней завешиваются. Есть такое выражение «кожа дышит». Конечно, в таком вот нормальном понимании, что такое кожа дышит, да, кожа, конечно, не дышит. То есть она не выполняет такую функцию, допустим, как у земноводных, как у лягушки нет этого, нет, дышит организм исключительно только через легкие. Но можно так обратно сказать, что кожа дышит, потому что она выполняет как раз вот свою выделительную функцию по удалению из организма различных метаболитов, продуктов обмена. Следующая функция. Кожа, как мы сказали в самом начале, является своеобразным зеркалом, который отображает ситуацию внутреннего состояния организма. Поэтому кожа, можно сказать, сигнализирует об опасности. То есть на поверхности кожи могут появляться различные элементы, которые могут говорить о том, что есть нарушения со стороны той или иной системы внутренних органов. Допустим, на коже могут появляться такие элементы, как угревая сыпь, либо на коже могут появляться сосудистые взвездочки, либо кожа может становиться чрезмерно сухой, либо наоборот влажной, и это является определенными маркерами, диагностическими признаками заболевания. Ну, к примеру, сосудистые взвездочки, которые появляются на коже, как правило, сигнализируют о нарушении функции печени. Нарушения нормальных обменных процессов, которые проявляются на лице, в виде, допустим, масла, то есть угревой сыпи, могут свидетельствовать о нарушении в целом системы пищеварения. Появление трещин, особенно в уголках рта, рта, да, появление сухости кожи может свидетельствовать о нарушении состояния гиповитаминоза. То есть таким вот образом кожа сигнализирует о том, что происходят какие-то неполадки уже в работе самого организатора. Далее, кожа принимает участие и регулирует обмен тепла. Еще чего? Еще в того, что в дерме так вот активно развита сеть кровеносных сосудов. Соответственно, температура тела человека является постоянной, в зависимости от того, какая температура воздуха в окружающей среде. Это может быть выреженная жара, сильный холод. Но тем не менее, температура тела остается 36,6 градусов. Механизмов поддержания постоянной температуры много, но мы сегодня говорим о той пункте, которую выполняет кожа. Вот всем известно, что когда организм попадает в условия высокой температуры, увеличивается, во-первых, потливость, происходит теплоотдача, и, соответственно, кровеносные сосуды в этот момент, они расширяются, становятся полнокровными. Если же организм попадает в условия низких температур, то нужно хранить тепло, и, соответственно, сосуды сужаются, и этим образом происходит поддерживание температуры тела, сохранение температуры. Вот в этом кожа тоже принимает участие. Также кожа принимает участие как называемая питательная функция. В чем она основана? В чем она заключается? Она заключается в том, что кожа под воздействием ультрафиолетовых лучей с влиянием солнечного света вырабатывает такой витамин, как витамин Д. Все наверняка про это знают. Витамин Д, который необходим для нормального обмена минералов, в частности, кальция и фосфора. Кальция и фосфор при участии витамина Д обеспечивают нормальное строение и функционирование в костной системе. То есть поддерживают здоровье костей и зубов. И это очень важно прежде всего в детском возрасте недостаточного поступления через кожу витамин и фосфор так как при недостатке витамина Д возможно развитие такого заболевания как рахит, которое сопровождается аномалией строения скелета. Таким образом, под воздействием солнечных лучей кожа синтезирует витамин Д также солнечные лучи воздействия на кожу могут использоваться при лечении таких кожных заболеваний как ахму то есть это углевая освет и одной из форм псориаза. В прошлом году у нас был вебинар посвящен как раз проблеме псориаза и мы говорили о нескольких его формах вот некоторые формы как раз лечатся воздействием фиолетовых лучей а некоторые формы наоборот противопоказанного воздействия солнечного воздействия. И вот если мы сейчас начали говорить о кожей воздействии на нее солнце как раз сейчас начинается период активного солнца он сейчас находится в максимальной активности даже не летом а именно вот переходный период февральмарк ну и приближается лето когда так скажем большая часть кожных покровов подвержена непосредственно воздействию солнца и вот здесь хотелось бы немножко остановиться на тех видах излучения которые показывают солнце как это влияет в целом на организм на поле так вот нужно сказать что солнце излучает те виды фиолетовых лучей первые из них это УФА лучи которые как вы видите на представленном слайде они очень глубоко проникают в кожу они проникают буквально через эпидерм через эрм и заходят до гипридерм то есть именно под влиянием этих лучей они легко проникают скажем через свои атмосферы под влиянием этих лучей и осуществляется загар кожи про который мы сейчас уже поговорим но помимо своих полезных свойств ультрафиолетовое излучение может оказывать еще и неблагоприятное воздействие на кожу так как во первых это сильно сушит кожу и способствует скажем преждевременному образованию морщин в результате обезвоживания их под влиянием ультрафиолетовых лучей происходит образование на коже пигментных пятен это образуется веснушки особенно в детском возрасте и это особенно проявляется у светловолосых и как-то светлоглазых людей то есть у людей со светлым тиком кожи и если происходит чрезмерное воздействие ультрафиолетовых лучей а которые глубоко проникают то это может даже вызвать онкологические изменения в таком этой рождении следующий вид лучей это УФБ лучи видите эти лучи они поросколом соответственно они не могут проникать в глубокие слои кожи и проникают только в поверхностные слои под их воздействием появляются ожоги кожи и они также могут приводить к преобразованию мачстраковых изменений и следующий вид лучей это УФЦ лучи они являются так скажем пагубными для всего живого на земле но благодаря тому что у земли есть озоновый слой атмосферы то как раз благодаря наличию этого слоя озонового вот эти вот С-лучи пастросолятовые они как раз не проникают на землю потому что озоновый слой их поглощает и вот в этом как раз защита разрушающего их действия но всем известны проблемы экологии проблемы связанные с утончением озонового слоя поэтому соответственно нужно как бы знать об их наличии и придерживаться определенных правил защиты от их влияния и в целом от воздействия ультрафиолетовых лучей на кожу чрезмерно и так значит ультрафиолетовые лучи С-типа они не проникают на землю благодаря наличию озонового слоя озоновый слой также как вы видите поглощает и большую часть излучения В-типа который коротковолновый проникает в поверхность на свои службы но вот так скажем проникновение лучей В-типа в различных широтах земного шара он по-разному выражается и соответственно в тех широтах которые положены ближе к экватору там где озоновый слой не такой выраженный то есть он истончается там воздействие утропиолетовых лучей В-типа будет гораздо выраженным а также проникновение этих лучей на поверхность земли зависит еще от этих факторов от уровня моря расположения местности и от плотности облаков так вот сейчас мы остановимся на утропиолетовых лучах А-типа которые проникают на землю которые оказывают благоприятное воздействие на организм человека в виде формирования и синтеза витамина Д и под влиянием как раз этих утропиолетовых лучей типа А образуется загар что же такое загар к которому многие стремятся загар это защитный реактор защита организма от воздействия утропиолетов что же лежит в основе образования загара оказывается в эпидермисе наружном клое кожи находится пигмент который называется меланин и количество этого пигмента меланина у каждого человека различное и обусловлено наследственными факторами и те люди у которых этого пигмента много они обладают смуглой темной кожи а те люди у которых этого пигмента соответственно мало это люди которые относятся к светлому типу кожи поэтому формирование загара защитной реакции от различного типа кожи оно тоже разное и так под воздействием утропиолетовых лучей происходит образование большого количества молнина которая как раз придает кожу смуглой оттенок то есть идет формирование то есть мы называем загара и вот этот смуглый оттенок он поглощает солнечные лучи и тем самым выполняет защитные функции предохраняет нижележащие слои кожного покрова значит люди которые со светлым типом кожи они немножко по-другому реагируют на проникновение утропиолетовых лучей и при чрезмерном воздействии утропиолетов за счет того что меламина мало могут образовываться вначале ожоги то есть кожа становится не смуглой нет характерного такого загара а кожа становится красной и вот этот красный оттенок это не что иное как начальное проявление ожога кожи конечно потом со временем происходит потемнение кожных покровов но сразу чрезмерное воздействие на светлые кожи оттенок приводит к возникновению горного ожога как же защитить себя ну самые распространенные методы защиты наверняка тоже профессион всех кто не знает что в периоде самого активного солнца в течение дня это с 12 до 16 часов того времени того региона где человек находится поэтому в это время нужно избегать находиться под прямыми лучами солнцем даже если приехали к нору то в это время не нужно бежать под открытым солнцем ну так как под воздействием солнца кожа сохнет и это всем известно то нужно применять какие-то солнцезащитные света которые наносятся и на кожу лица и на кожу лица загорать нужно постепенно это агрессивный фактор и в зависимости опять же от типа кожи нужно скажем дозировано принимать солнечные ванны если это первый день тоже совершенно после зимы никогда не покорала то в среднем где-то 10-15 минут первый день нужно увеличивать продолжительность пребывания на солнце и обязательно нужно пить воду для того чтобы избежать чехового удара дозирование так теперь мы уже непосредственно переходим к тем проблемам которые могут возникать у кожи мы познакомились со строением кожи узнали как лисунки кожи выполняют а теперь уже переходим что же могут случиться какие проблемы могут быть в виде кожной болезни и сейчас мы поговорим о представлениях индопедетской медицины о представлениях традиционно китайской медицины что же такое есть кожные заболевания можно сказать что причиной развития кожных болезней являются скрытые проблемы кожа как граница которая защищает организм и соответственно если есть какая-то скрытая проблема которая не решается она может как раз проявиться очень не тесно как раз на поле кожные заболевания начинаются с печени то есть проблема печени мы сейчас говорим о представлениях традиционно китайской индопедетской медицины нужно сказать что эти представления они практически не так не расходятся с классическими академическими медицинскими знаниями и мы это сегодня увидим почему печень являет причиной номер один развития патологии кожи потому что печень это тот орган нашего организма который выполняет детоксикацию печень на самом деле очень много функций но одна из них это детоксикация или по-другому если говорить проще это функция обезвреживания что же обезвреживает печень что осуществляется как документ сетирующая функция чего все что в организм поступает в виде так называемых ксенобиотиков ксенобиотики это чужеродные для организма вещества они могут поступать в организм как через желудочно и желудочную тракту все что поступает к нам в пищу все что поступает в организм ингаляционным путем то есть человек вдыхает все что какими словами наблюдает ваш локовый организм и вот это нарушение выведения ама оно может быть как на уровне тела то есть на физическом уровне так и на уровне сознания это приводит к тому что происходит загрязнение кожи итак здоровье кожи связано с такими качествами характера обратите внимание характера такие как чистота умиротворение доброта открытость и бесстрашие и вот мы сейчас рассмотрим все эти качества характера и какую связь каждое качество имеет со здоровьем кожи итак первое качество характера которое обозначено это чистота чистота кожи и ума способствует нормализации выделительной функции кожи то есть вы говорили в самом начале введение продуктов метаболизма самое элементарное нарушение чистоты кожных покровов то есть грязь неряшливость нечистофлотность могут вызывать воспалительные процессы на коже которые проявляются в виде различных гневичковых проявлений кожных покровов если мы говорим о чистоте стороны ума осквернении ума или так называем умственная грязь она нарушает нормальную активность секреторных желез кожи то есть все это вместе приводит к различным воспалительным проявлениям кожи следующая характеристика или качество характера это умиротворение уважаемые коллеги у нас проблема с интернетом мы сейчас совершим некоторые технические манипуляции и продолжим с этого же света так уважаемые коллеги вот мы снова подключились пожалуйста если не трудно напишите его в чате как меня слышно сейчас ну тогда мы продолжаем сейчас мы говорим о том как здоровье кожи связано с качественным характером потому что так скажем психоэмоциональное состояние человека является одним из патогенетических звеньев развития кожной патологии и вот такие качества характера которые мы обозначили это чистота умиротворение доброта открытости быстряше мы сказали что чистота напрямую зависит как ума так и кожи на проявление состояния кожных покровов теперь мы говорим о втором так скажем проявлении характера таком как умиротворение значит умиротворение дает коже возможность иметь нормальную чувствительность то есть как раз те ощущения которые мы получаем через кожные рецепторы посмотрите раздражительность конфликтность приводит к увеличению чувствительности кожи то есть называемая гиперстезия повышенная чувствительность а наоборот такие проявления как депрессивность характера понижают чувствительность кожных покровов делает ее менее восприимчивой следующая характеристика это доброта значит доброта в характере способствует нормализации кровообращения в коже и благодаря этому происходит нормальное регулирование процесса связанных теплообмен то есть поддержанием температуры тела и с нормальной реакцией на жару и холод если у человека есть такие направления характера как эгоистическое желание вызвать хорошее доброе отношение к себе то это усиливает кровообращение в коже и усиливает ощущение жара прилив жара и тогда такие люди у них происходит повышенная чувствительность к жаркой погоде плохо переносит хайпереносимый жаркой погоды злость наоборот приводит к снижению кровообращения кожи делает ее холодным и таким образом повышается чувствительность к холоду такое качество характера как открытость увеличивает защитные силы кожи к различным инфекционным агентам то есть как раз то значение кожи которое обеспечивает состояние местного иммунитета знамкнутость вызывает снижение кожного иммунитета такие проявления как наглость развязанность приводят к тому что также нарушается кожный иммунитет и могут быть различные кожные проявления следующее качество характера это бесстрашие бесстрашие нормализует чувствительность рецепторов кожи страх же такие качества как страх пугливость делают кожу более чувствительной агрессия агрессивные проявления характера снижают наоборот чувствительность кожи теперь мы остановимся на том какие особенности проявления кожной патологии есть при различных скажем типах конституции и вот здесь опять же оттолкнемся от знаний тибетской медицины и обратимся к такому проявлению конституции как конституция желчи так вот когда возмущается конституция желчи а это всегда связано с усиленным проявлением работы печени а значит и продукции желчи то есть такое проявление желчи в тибетской медицине называется ясный цвет который как раз отвечает за окраску кожных покровов связистых оболочек и придает им нормальный окрас так вот когда появляется именно данный вид желчи то кожа становится прежде всего горячей шершавой проявляется гиперемия то есть она становится более красной не розовой обычной нормальной окраски а такой красной гиперемированной и на коже могут появляться различные элементы это могут быть пятна сыпь папилломы да то есть это тоже может свидетельствовать о том что идет сильное так скажем возгустение именно пит идет возмущение как раз в конструкции желчи если же желчь проникает в кожу то есть через общий кровоток то могут на коже быть такие проявления как прыщи это могут быть родинки это могут появляться различные угревые сыпь это же пиломы это могут быть воспалительные проявления на коже такие как небольшие геменчковые образования как правило с локализацией на спине и лице и вот именно активация пит способствует тому что это приводит к развитию таких же хронических тяжелых кожных патологий таких как афический дерматит экзема ксориаз нейродермит дерматоз значит переход печени из состояния ян то есть это состояние возбуждения состояние упадок функции наоборот снижаются и в результате чего в коже может быть недостаточно спигмента и в результате этого в коже могут появляться элементы очень осветленные элементы кожи такие вот окрашенные пятна кожи которые называются витилипир если мы сейчас поговорим о проявлении особенностях проявления кожных болезней для представителей капха типа то есть мы можем сказать что же бывает когда выгнущается конституция слизь то здесь наоборот кожного покрова становятся бледными если их так скажем оценить пальпаторно то они становятся холодные и липкие на ощупь может появляться холодный плод может появляться кожный зуд могут также появляться небольшие прыщи нарывы и долго появляются такие вот раны которые долго не заживают то есть нарушена регенерация репарация ткани это вот характерно для представителей капха типа теперь давайте посмотрим что бывает когда нарушается конституция ветер конституция ветер или то что мы ассоциируем с вата с вата с вата с вата с вата дождь так вот значит в целом да конституция ветер ассоциируется с повышенной активностью нервной системы какие же проявления будут со стороны кожных покровов кожа прежде всего становится очень сухая сухость кожных покровов она сопровождается выраженным кожным зудом появляется выраженное выраженное шелушение кожных покровов могут быть такие выраженные заболевания связанные с повышенным шелушением это называется сабаремий дерматит отшелушивание наружного слоя кожи дерматит нервного происхождения есть такая мизологическая форма которая называется нейродермит и причиной развития является повышенная вот как раз нервная возбудимость поэтому мы сегодня увидим что одним из зрений развития любого кожного патологии является состояние психоэмоциональное состояние возбудимость нервной системы очень часто приводит к развитию кожных заболеваний но здесь немножечко про возбудимость нервной системы остановлюсь потому что у нас был прошлый вебинар как раз к вопросам стресса где мы говорили что о стрессе и причем говорим каждый раз об этом что стресс это первопричина развития многих заболеваний и многие заболевания относятся к психосоматическим заболеваний и соответственно гипервозбудимость стрессированность повышенное возбуждение приводит к выбросу ряда гормонов стресса теперь мы уже знаем какие гормоны на почечниках прежде всего это адреналины картизола которые запускают патогенетические механизмы развития многих болезней это и язвенная болезнь желудка это и сердечно-сосудистая патология и в том числе это патология кожи поэтому люди которые страдают хроническими кожными заболеваниями они на себе четко это прослеживают что любое стрессирование любой стрессирующий фактор приводит к обострению кожного заболевания к хроническим заболеваниям прежде всего относятся как эпический дерматит относится допустим к псориазм поэтому мы сегодня остановимся на этом и поговорим на конкретном примере который будем разбирать в качестве клинического разбора ну вот все что касалось строения кожи функций кожи подходов медицины индо-тибетской и традиционно-китайской в этой части нашего вебинара я изложил следующая часть которую мы сейчас плавно переходим это непосредственно клинический разбор ну вот чисто логично хотя время у нас еще без 7 минут я предлагаю сделать сейчас 5 минут на перерыв чтобы нам не прерываться на клиническом разборе и через 5 минут мы продолжим и уже займемся непосредственно конкретным пациентом с конкретными медиками итак мы продолжаем теперь непосредственно переходим к клиническому разбору конкретного случая разберем на примере конкретного пациента это пациентка зовут ее Ирина это молодая женщина которая 32 года которая предъявляет следующие жалобы основные жалобы вот они сейчас представлены на слайде что же к ним относятся ну прежде всего это кожный зуд кожный зуд и сухость кожных покров и следующая так сказать жалоба которая беспокоит нашу пациентку это раздражительность то есть она раздражительна выходит из себя по различным молочам сама она дает себе в этом отчет ничего поделать обо мне нужно и постоянный кожный зуд когда значит при осмотре что же было выявлено при осмотре при осмотре было выявлено что кожа действительно очень сухая имеются кожные высыпания то есть кожные элементы локализация этих кожных элементов в основном на руках и шее хотя нужно сказать что единичные элементы есть и на других участках кожи но вот больше всего и на тот момент который был совершен осмотр и обращалась наша пациентка это как раз были руки и шея что же себя представляли эти элементы элементы конечно же сыпь в виде очаговых покраснений и эти элементы со склонностью к шелушению и местами выражены расчеты то есть проявление кожного зуда и соответственно привод к тому что пациентка периодически расчетывает расчеты которые остаются на коже давайте посмотрим в качестве примера можно увидеть одно из проявлений элемента кожного элемента образования деперимированные со склонностью к шелушению и с элементами даже в виде выраженного зуда который сопровождается с чувством что же мы узнали при общении с Ириной то есть сбор анамызов то есть первое с чего мы начинаем когда работаем с конкретным пациентом это конечно мы заявляем жалобы которые предъявляет пациент затем осматриваем и следующим элементом любого клинического разбора является сбор анамызов сбор анамызов заключается в 2 элемента это анамыз морды так называемый анамыз болезни то есть история болезни и второе это анамыз витер то есть анамыз жизни или история жизни и вот уже сопоставляя все эти факторы, можно делать какие-то заключения. Итак, ну, пациентке 32 года, соответственно, страдает она кожным заболеванием не первый день, а, как выяснилось, заболевание кожи есть у нее с детства. Сколько она себя помнит, у нее все время проблемы с кожей. И что нам рассказала Арина? То, что еще в детстве, начиная с того момента, когда она помнит себя, у нее были проявления на коже, которые тогда называли пищевая аверхина. И эти проявления были связаны с употреблением этих продуктов, как шоколад, особенно, когда она была маленькая, при чрезмерном употреблении кладки, кладковых, шоколадных конфет, происходили различные высыпания. Также это употребление в пищу цитрусовых, особенно, ноутопексины, она и сейчас их не ест. Вот. И клубника, тот период, когда начинается ухозревание, это июнь, июль, в детском возрасте происходили такие вот изменения на козах. Тогда в детстве это называлось диатез, который постепенно у нее трансформировался в диагноз, и диагноз она свой знает. это диагноз, который называется атопический дерматит, он необыстрен, то есть это хроническое заболевание. Это заболевание, которое сопровождает ее всю жизнь и чередуется периодами, так скажем, обострения и периодами ремиссии. Вот на данный, так скажем, ее жизненный отрезок оценка рассказала нам, что в настоящее время обострение происходит примерно где-то 3-4 раза в год. То есть в состоянии ремиссии, а вот сейчас она пришла такое как бы промежуточное состояние между обострением и ремиссией, но остроты процесса на данный момент как таковой нет. Все время сухость кожных покровов, соответственно зуб кожи, когда происходит обострение, обострение она связывает либо с нарушением диеты, то есть она честно в этом призналась, что диету она иногда нарушает. И диета, конечно же, ей была назначена довольно жесткая, мы сегодня поговорим какая должна быть диета. Ну вот срыв с правильным питанием приводит к обострению кожного процесса, либо обострение бывает с какими-то факторами стресса. Вот они прослеживаются четко два фактора риска, которые приводят либо к обострению, либо к возникновению заболевания. Это диета, пищевая фактор, пищевая аллергия, пищевые аллергены. Второе это стрессированность. А также мы узнали, что у нашей пациентки есть еще и отягощенный насосок, отягощенная наследственная анамнез, как нам поведала Ирина, означает то, что такие же проявления на коже есть у ее бабушки, то есть она помнит, и такие же проблемы с кожей есть у ее двоюродной сестрой. то есть наследственность отягощена. Отягощена она как раз по аллергическому фактору и связанному как раз с кровельными нахозами. Итак, в нашей ситуации все гораздо проще. Во-первых, мы видим пациентку, мы визуально оценили ситуацию и узнав ее анамнез и конкретно еще и диагноз, мы теперь уже знаем от чего, скажем, оттаж. Диагноз паттический дерматик, это хроническое кодное заболевание, которое сопровождается периодами обострения и ремиссии. Но так как обострение у нее происходит со слов пациента 3-4 раза в год, то это состояние тяжести и средней тяжести проявления. Далее мы занимаемся уже непосредственной диагностикой на аппаратно-программном комплексе и давайте будем двигаться непосредственно по всем тем диагностическим и вкладкам рекомендательного модуля и уже придем к какому-то решению в плане лечения, как помочь нашу пациенту. Итак, мы создаем карточку, указываем данные роста и веса. Давайте сразу обратим внимание, что рост пациента составляет 164 см, вес 62 кг, среднего телосложения с карием глазами. Это нам нужно для того, чтобы открыть тип конституции, обменить тип располагаемых для определения этого типа. Следующее, мы делали запись электрокардиограммы и теперь давайте посмотрим модуль вариабельность ритма сердца. Что мы здесь видим? Ну, во-первых, мы должны оценить частоту записи, запись не совершенно чистой, но здесь плохо видно, но если посмотреть непосредственно на кардиоинтервалограмму, то вариабельность так скажем рар-интервалов рар-интервалов значит она составляет где-то от 800 приближается к 800-900 миллисекунд. И посмотрите выраженная вариабельность такой полнообразный характер имеется запись кардиоинтервалограмма. Дальше обращаем внимание на скатерограмму. Видим, что она расположена по центру площади квадрата двухмерного измерения рар-интервалов. Что облачко как раз вытянутое и соответственно все вот эти характеристики особенности записи кардиоинтервалограмма кардиоинтервалограмма такой вариабельности наличие такого типа скатерограмма продолжительность эррор-интервалов 800-850 адрес 900. То есть уже по данным вот этой вкладки и по данным, которые мы видим телосложения мы можем предположить, что перед нами представитель конституции ну будем двигаться дальше значит следующая вкладка, которую мы оцениваем в качестве скриминга теста чтобы понять в каком состоянии перед нами находится исследуемое это конечно же вкладка индекса давайте мы сейчас оцениваем первый индекс это индекс стрессового напряжения состояние стресса этот индекс составил 365 условных единиц и находится в желтой части этого графика и мы понимаем что это состояние которое называется нестресс но на данный момент нестресс компенсирован то есть это переходное состояние от нормы к не норме к каталогии на данном случае к обострению того хронического заболевания которого есть показатели данные показатели стресс индекса говорят о том что на данный момент стресс реализующая система о которой мы говорили гормональная система связанная с адреналином и кортизолом они находятся в состоянии повышенной активности напрямую с индексом стресса связан индекс цены адаптации как видите он тоже находится в желтой части этого индекса и составляет 61 что больше чем норма и это адекватно такому повышенному показателю индекса стресса так как индекс цена адаптации говорит о соотношении механизмов расходования и восстановления энергии в организме на данный момент все что связано с процессами расхода энергии преобладает над процессом восстановления то есть имеет место определенной энергодефицит следующий индекс это индекс мод функционального состояния он составляет 70% то есть находится во втором коридоре что соответствует снижению работоспособности то есть работоспособность средняя такой средний уровень функционирования средний уровень работоспособности жизненной активности в целом то есть это как правило говорит о том на данном на данном то что мы видим данное проявление что они совершенно адекватно соответствуют друг другу и следующий индекс это скорость биологического остарения который составляет 2,5 норма напомню до 2 от 0 7 до 2 этот индекс который показывает соотношение процессов воздействия и торможения или то что мы разбирали и разбираем на наших занятиях по обучению это соотношение двух процессов регулирования как раз лепитативно-нервная система это симпатического и парасимпатического отдела и увеличение этого индекса всегда говорит о том что идет превалирование симпатического отдела над парасимпатическим то есть преобладают механизмы связанные с возбуждением индекс 2,5 незначительный но тем не менее повыше то есть вот такое в целом так можно назвать пограничное состояние если сейчас мне помочь если сейчас не воздействовать на определенные этапы патогенеза то это может привести к обострению хронического заболевания кожи атопического драматиза следующая вкладка которую мы оцениваем вкладка педагогенеза модуля это вкладка спектр к сожалению не очень хорошо видно но я цифру буду называть первый показатель который сразу нужно оценить это показатель ТП что мы называем total power это запас жизненных сил или в целом адаптационный резерв организма который составляет 778 на данный момент 778 при норме от полутора до трех тысяч даже если взять расширенные границы нормы от тысяч нижнюю границу можно снижать до тысячи то все равно 778 говорит о том что адаптационные резервы организма снижены не катастрофично они не истощены но имеют тенденцию к снижению в целом жизненные ресурсы ослаблены за счет чего а за счет того что вот эти механизмы регуляции которые формируют как раз total power их абсолютное значение тоже снижено то есть проявление влияния пара симпатической иннервации которая проявляется в виде волн высокочастотных high frequency которые мы называем составляет 108 что гораздо меньше чем необходимо влияние низкочастотного воздействия которое отражает влияние другого отдела репетативно-мерной системы симпатический отдел его воздействие тоже снижено и волны синего цвета которые находятся в очень низкочастотном диапазоне что отображается в виде появления волн VLF тоже значительно ниже норма вот эти три параметра которые обеспечивают в целом механизм всей физиологической регуляции если взять по большому счету рассматривать механизмы физиологической регуляции они все находятся на недостаточном уровне а вместе они составляют показатель общей мощности спектра который конечно же тоже снижен если посмотреть распределение механизмов регуляции в относительном соотношении то это распределение очень хорошо заметно это трехцветная круглодиаграмма где видно что идет превалирование в регуляции симпатического воздействия то есть того воздействия которое обеспечивает механизм мобилизации активации возбуждения то есть целые механизмы возбуждения преобладают над процессами восстановления то что выражено в диаграмме зеленым цветом однако в механизмах физиологической регуляции все же преобладает и это нужно сказать что это хорошо преобладает автономный уровень регуляции или сегментарный посмотрите влияние синего сегмента который отображает воздействие центральной регуляции мера гуморального влияния оно незначительное и составляет всего лишь 15% то есть в целом вся регуляция обеспечивается за счет вегетативной нервной системы и еще раз хочу сказать что это довольно хорошо потому что организм не тратит колоссальное количество энергии на поддержание всей жизнедеятельности и соотношение механизмов возбуждения к механизмам торможения составил и вот все те же два с половиной которые мы видели на предыдущем слайде в индексе скорости биологического старения то есть превалирует если смотреть только исключительно из элементов к кемпетативной нервной системы конечно же воздействие симпатического звена вот давайте посмотрим на такое распределение регуляторных механизмов где явно преобладает симпатическая роль кемпетативной нервной системы плюс мы видели особенности записи лактокардиограммы особенность распределения кардиоинтервалограммы и характер статарограммы то есть даже мы еще пока не посмотрели проявление баланса это все говорит в пользу того что перед нами представитель пито-типа-конституции мы сейчас посмотрим баланс по вкладке пида-пульс но перед этим мы еще зайдем в один модуль академический это вкладка гистограмма давайте посмотрим как распределилась гистограмма нашей пациентки ну во-первых нужно сказать что имеется такое вот небольшое тенденция правильнее сказать ее смещение влево и мы видим что частота сердечных сокращений составляет 90 то есть это больше чем нормальное значение то есть это проявление тахикарби давайте обратим внимание на основание гистограммы основание гистограммы выражены три столбика вот оно основание вот есть еще один маленький такой столбик еле заметный он тоже формирует основание гистограммы и поэтому если посмотреть на разброс между максимальным и минимальным проявлением второго интервала то оно составляет всего лишь 116 при норме 150 тире 250 то есть такое вот уменьшенное уменьшенное такая сниженная вариабельность ритма сердца либо небольшое основание гистограммы всегда говорит о том что индекс напряжения будет находиться не в пределах нормы а будет больше нормальных значений и мы как раз видели индекс напряжения находится в желтой зоне и составляет 365 также на что обращает себя внимание еще вот этот самый высокий синий столбик давайте посмотрим самый высокий синий столбик это не что иное как амплитуда моды амплитуда моды это доля сердечных циклов из всех имеющихся которые были записаны в течение 5 минут и вот эта часть сердечных циклов имеет одинаковую продолжительность так вот таких сердечных циклов было 61% из всех возможно циклов с одинаковой продолжительностью это очень много потому что амплитуда моды должна составлять до 50% в нашем случае выше 50% и сочетаемость этих двух факторов небольшое основание гистограммы или такая вот вариабельность ритма сердца и высокая амплитуда моды более 50% всегда будут свидетельствовать о том что индекс напряжения или индекс стресса можно так и так говорить будет больше чем нормальное увеличение ну а теперь мы подходим непосредственно к факте это определение баланса ДОШ мы здесь видим что наши докторные подозрения они оправдываются мы видим что перед нами представитель ПИТа типа конституции и ДОШ находится не просто в доминировании она находится давайте посмотрим показатель больше чем 5 и составляет 5,9 ну то есть практически 6 по 10-бальной системе и мы можем сказать что ПИТа ДОШ находится безбаланса то есть это та ситуация когда мы говорили что происходит подмещение конституции желчи значит все проявления болезни в нашем случае это сложное заболевание будут проходить и проходят по питотипу а значит все те рекомендации те воздействия все что мы будем назначать нашей пациентке мы должны обязательно учитывать этот факт что это знание будет представитель ПИТа и ПИТа находится в безбалансе и вот еще хотелось бы обратить ваше внимание что когда в этот склад идет характеристика пульса то одной из характеристик пульса является тапомана огни которая говорит о состоянии огня пищеварения а процесс пищеварения для представителей ПИТа этих конституций очень важен и соответственно мы видим что здесь состояние огня пищеварения получен сильный огонь пищеварения мы тоже учитываем этот факт и нам это необходимо тоже для назначения рекомендаций дальше мы двигаемся по вкладкам диагностического модуля и переходим в вкладке меридиана в вкладке меридиана я взяла скромшоты ну вот что мы здесь наблюдаем наблюдается определенное напряжение по шестому меридиану по шестому меридиану меридиану в тонкой кишке что такое меридиан тонкой кишки это меридиан который так скажем отвечает за процессы контролирует процессы функциональная активность правильно сказать функциональная активность процессов пищеварения в тонкой кишке в тонкой кишке немножечко физиологии значит тонкая кишка начальным отделом тонкой кишки является двенадцатиперстная кишка это очень важный отдел пищеварительной системы так как сюда который поделяется совершимое желудочное и сюда же открываются протоки поджелудочной железы в которой сок поджелудочной железы в котором содержится большое количество ферментов которые будут участвовать в пищеварении поступившей пищи конкретно нутриент белков жиров и углеводов сюда же в двенадцатиперстную кишку открывается проток желчи общежелчный проток и сюда изливается желчь которая необходима также для участия необходимых процессов пищеварения плюс сама тонкая кишка выделяет активный кишечный сок богатый различными ферментами участвующих в процессах пищеварения и вот совокупность всех этих факторов в норме обеспечивает нормальный процесс пищеварения и усвоение пищевых компонентов это уже аминокисло то что остается от белков это жирное кисло то что остается от жиров крупных молекул и глюкоза то что остается от углеводов то есть процесс пищеварения который происходит в том числе он очень важен и мы видим что это шестойный регион находится в состоянии такого незначительного напряжения но тем не менее он напряжен значит процесс пищеварения и усвоения пищи нарушен следующее на что обращаем внимание это 12 регион регион печени он находится наоборот в состоянии истощения и вот подтверждение всего что было сказано выше заболевания кожи связаны с проблемами печени перед нами представитель пита типа конституции то есть идет подмущение желчи и вот мы видим все эти проявления которые как раз отображаются нарушение пищеварения пищеварения нарушение функции детоксикации вечного снижения функциональной активности еще давайте посмотрим ее снижение функциональной активности по 8 региону снижение энергообеспечения жизненное обеспечение ресурсов организма он тоже находится в состоянии некого истощения вот то что мы видим по такому функциональному расширению как на регионе в дополнение к этой вкладке мы переходим в следующую вкладку которая называется недавно давайте оценим недавно субдоши это очень информативная вкладка которая как скажем обладает большой диагностической ценностью что же мы здесь наблюдаем но прежде всего это те изменения которые касаются пистодоши давайте посмотрим что здесь есть те две субдоши которые как раз находятся функциональным изменением это броджака пита броджака пита находится в состоянии напряжения то есть по 10-балльной системе она практически достигает уровня 5 то есть 4,6 4,7 выходит за пределы нормального функционирования и за пределы 4 балла что же такое броджака броджака пита это непосредственно та пита которая отвечает за состояние кожи дословно даже переводится как лучистость цвет кожи состояние кожи отображает состояние как раз минной системы кожи и все что связано с изменением с различными кожными проявлениями это вот как раз маркером это является броджака и мы видим что она здесь находится в состоянии напряжения следующий маркер который обращает на себя внимание это ранжака пита ранжака пита это та субдоша изменение функциональной активности которая всегда говорит о том что есть функциональное нарушение со стороны печени то есть это та субдоша которая является маркером функционального состояния печени мы видим что ранжака находится наоборот в состоянии истощения то есть пребывает в желтом фоне и не достигает единицы вот они два основных маркера которые еще раз доказывают о том что идут изменения не только проявлений кожи идут изменения связанные с нарушением функциональной активности внутренних органов и прежде всего мы выявляем нарушения со стороны системы пищеварения пищеварения и функции печени что подтверждает как представление эндотибетской медицины так и академической классической медицины которая говорит о том что заболевания печени нарушения работы желудочно-посудственного тракта всегда отображаются в виде кожных болезней кожных проявлений и на что еще хотелось бы обратить внимание это капха доша совсем практически в состоянии истощения то есть давайте обратим внимание это тарпака капха которая находится в таком истощении что чуть-чуть больше чем 0,2 10 что такое тарпака капха это субдоша которая характеризует состояние уравновешенности эмоционального покоя и в целом характеризует эмоциональное состояние удовлетворенности на каком-то высоком уровне духовности мы видим что тарпака капха заблокирована и о каком-то состоянии гармонии и умиротворения речи быть не может потому что перед нами человек женщина которая находится в состоянии постоянного раздражения неудовлетворения с чем связано это раздражение раздражение связано с постоянным кожным дудом и соответственно говорить о каком-то умиротворении эмоциональном покое сложно вот это как раз тарпака капха которая об этом все любишь следующее на что обращаем внимание это тхату тхату то есть состояние ткани ну это не специфический маркер который может так скажем проявляться при различных нозологических формах связанных с воспалительными процессами это вот рак татхату рак татхату это вторая ткань ткань которая характеризует формальные элементы крови как правило когда идет напряжение по рак татхату это всегда говорит о том что имеет место какой-то воспалительной процессы а в патогенезе атопического дерматита значит основным звеном патогенеза имеется реакция аллергическая аллергическая реакция это проявление реакция воспаления и при хроническом заболевании она может быть выражена в различные степени либо чрезмерной активности в состоянии обострения либо меньшей активности если это состояние ремиссии но судя по тому что мы видим что мы слышим то состояние полной ремиссии у наших пациентов не наступало практически никогда изменения кожи есть всегда пусть это не кожное высыпание но сухость кожных покровов тоже кожное изменение кожного проявления они присутствуют в течение всей жизни и следующий модуль который мы оцениваем в динамике и в конце посмотрим в конце нашего вебинара посмотрим какие были индексы какие были проявления и что произошло после того что рекомендации назначили это модуль музыкотерапия где оценивается распределение кардиоинтервалов они перекладываются в музыкальный ряд определяется наличие диссонирующих и концонирующих интервалов гармоничных и дисгармоничных давайте посмотрим что диссонирующие то есть те которые дисгармоничные они обозначаются синим цветом и вот этот сектор выделенный синим цветом он составляет четверть от возможного то есть 25% ну что довольно-таки значительно и элементов переходных не так много то есть большая часть выраженный зеленый цвет абсолютно концонирующий интервал 62% на фоне вот такого большого количества диссонирующего элемента и сниженного так скажем проявления переходных сон это говорит тоже о некой тяжести выраженности процесса посмотрим что произойдет после нашей рекомендации итак заболевания известны выяснили анамнез видим основные проявления знаем чем провоцируется обострение увидели характерные изменения на АКК итак пульс и теперь давайте будем отталкиваться что же это такое заболевание атопический термотизм давайте посмотрим что в основе этого заболевания лежит развитие аллергических реакций и механизм развития этой аллергической реакции он при этом заболевании много компонентов и включает в себя изменения иммунной реакции организма смотрите тут изменения на уровне иммунитета изменения иммунной реакции организма ответ на воздействие внешних факторов каких внешних факторов мы выяснили эти внешние факторы на первом месте это пищевые аллергены соответственно на втором месте это воздействие трассирующие итак Когда в организм попадает аллерген, пусть это будет пищевой аллерген, он вызывает образование антител. То есть аллерген выступает в качестве антигена по того чужеродного компонента, который организмом не распознается. И, соответственно, он выступает в качестве чужого, мы называем это антигеном, и на него идет выработка антител, то есть механизмов защиты, компонентов защиты. И вот при атопическом дерматите эти антител накапливаются в коже. При различных других нозологических формах, где в качестве свина-патогенеза идет развитие изменения реакции иммунитета, эти компоненты антиген-антител могут поражать различные ткани нашей организации. Это могут быть суставы, это могут быть соединительные ткани сердца. И в соответствии с этим различные нозологические формы. Но вот у данной пациентки вот эта взаимопатогенеза с активацией иммунной системы, с образованием комплекса антигена-антител, приводит к изменениям кожи. Поэтому антител, которые начинают накапливаться в коже. И на местном уровне происходит образование воспалительной реакции. Мы говорим о аллергической реакции, это одно из проявлений реакции воспаления. Чем выражается это воспаление? Оно выражается дубом и различными кожными проявлениями. И заболевание хроническое, которое протекает много-много лет. И оно, как мы видим, не выделяется жирным шрифтом. Это заболевание, которое обусловлено нарушением нервной регуляции иммунного ответа. Это, вернее, нервная регуляция с одной стороны, с другой стороны, это изменение иммунного ответа. И третье, это воспалительные проявления со стороны желудочно-пушественного тракта. Вот мы перед собой имеем три точки приложения, на которые нужно воздействовать при лечении этой болезни. Значит, это состояние желудочно-пушественного тракта нужно урегулировать. Это укрепление иммунной системы. И третье, это воздействие на нервную систему, как правило, элементами седации. Вот эти три компонента, которые мы сейчас будем с вами разбирать и, соответственно, по этим направлениям давать рекомендации. Итак, мы переходим уже непосредственно к рекомендациям и к воздействиям на эту заболевание. С чего начинается любое лечение? Любое лечение, я тоже говорю на каждом вебинаре, когда мы разбираем к энзологическому форму, оно начинается с того, что пациенту нужно изменить свой образ жизни и диету. И с этого начинается лечение по любым канонам медицины. И по классическим. Любое лечение начинается на режим диеты. И по представлениям айрведы. И, соответственно, традиционная китайская медицина – это режим диеты. Образ жизни, правильно сказать, который включает в себя режим диеты. И если пациент заинтересован в излечении, либо хотя бы, ну, мы можем давать себе реальный отчет, что есть те вещи, которые не поддаются излечению, ну, хотя бы их можно перевести в состояние стойко-ремиссии. Стойко-ремиссия – это длительный период без возникновения обострения. Если пациент заинтересован в таком вот благоприятном исходе в своем излечении, то, конечно же, он пойдет на то, что он изменит свой образ жизни. Вот хотелось бы начать вначале с диеты. Потому что диета в данном заболевании, продукты питания, которые употребляет человек, находятся на первом месте в влечении данной патологии. В диете мы, ну, как бы, мы учли все. Мы учли мобологию, учли тип конституции, да, что это пицца, тип конституции превалирует. И в связи с этим в диете нужно, прежде всего, исключить продукты аллергии. Пациентка знает те продукты, на которые у нее аллергия. Соответственно, их не просто нельзя, так сказать, ограничить, их нужно полностью исключить из своего целого питания. И даже если, допустим, ароматизатор или какое-то там ничтожное количество этого продукта содержится, ну, допустим, в йогурт, да, или добавить в какой-то салат небольшое количество этого продукта аллергена, это может вызвать дурную реакцию, вызвать реакцию обострения. Поэтому в йогурт еду нужно очень тщательно судить. Итак, мы исключаем в рационах клубнику, персики, йогурты. Почему? Потому что это сладкий продукт. Это продукт, в котором есть очень много консерваторов, очень много красителей, ароматизаторов. И такие вот йогурты, они, скажем, не очень много пользы, как они несут в себя. И для представителей пито-типа Конституции исключается пасленовая. И на первом месте это, конечно, помидоры. То есть томаты в любых проявлениях в центре стрелять нельзя. Ни в свежем виде, ни в консервированном, ни в виде соках, никак. То есть пасленовые для представителей пито-конституции под запретом. Дальше. Можно ограничить их употребление кислого и соленого. Но дальше мы скажем, что обязательно ввести в рацион горечи. Горечи должны обязательно присутствовать. И мы их назовем. Это сделано на собаке. В рационном питании должно быть исключено рафинированные продукты. Что такое рафинированные продукты? Те продукты, которые очень быстро усваиваются, но особо совсем было понятно. Это продукты, которые называются фастцит. Это, как правило, рафинированные углеводы. Это все кондитерские изделия. Это все булочки, пирожные, торты, булки, которые входят в состав гамбуфер. Это все и исключается. Потому что нужно наладить нормальное функционирование системы пищеварения. Так как страдает функция печени, то, соответственно, от рациона питания нужно исключить все жирные продукты. Ограничить вообще в целом потребление жиров, а полностью исключить все, что приготовлено на стовородке. То есть жареные продукты как запретны. Это касается всей патологии, которая остается в нашей патологии печени, ну и, соответственно, проявления кожных заболеваний. Что включаем в рацион? В рацион включаем овощи и фрукты. Если мы говорим о овощах и фрукте, то и зеленые. Зеленые – это не значит, что не зрелые. Зеленые подсветки. Если мы выбираем яблоки, яблоки выбираем зеленые, не красные. Это увеличить рацион зерновых продуктов, зерновые должны обязательно присутствовать, и молочные. Обратите внимание, с упор делать не на кисло-молочные продукты, мы будем рекомендовать нашу пациенту, а на молочные продукты. Также мы рекомендуем обратить внимание на специи. На какие специи нужно обратить особое внимание, чтобы представители питания, по конституции с этапическим драматитом. К этим специям относятся кориандр, кинзан, кокосовое молоко. Что-то из этого должно обязательно присутствовать в рационах питания. И мы постоянно помним, что перед нами представители питания. Поэтому нужно посоветовать ограничить пребывание на солнце. Солнце вызывает жар. Питта – это горячая дождь. И, соответственно, представителям питта, по конституции, нужно очень аккуратно пребывать на солнце и по возможности ограничивать на своем охлаждении. Ну, а вот при данном заболевании, тем более, мы даем это одну из основных рекомендаций. В АПК-видопульс, как вам ответственно, есть такая рекомендательная вкладка, которая называется диета. Ну, и вот она здесь представлена. Как раз, что мы видим на этой вкладке? Мы здесь задаем аналогическое фильтре болезни кожи, выбираем конкретное заболевание, атопический термонтин. И, учитывая тип конституции, наша пациентка предлагает продукты питания, которые, как вам известно, разбиты на три столбика, из которых нужно постараться исключить все, что находится в кратном столбике. Те продукты, которые программа выделила жирным шрифтом, в данном случае, это козье молоко, молочные продукты. На него нужно обратить внимание, что это ввести в свой рацион козье молоко. Всегда, когда мы проходим обучение, я всегда говорю, что да, в нозологическом фильтре продукты подсвечиваются жирным шрифтом, выделяются конкретно в нозологической форме, но это не значит, что нужно остановиться только на этих, допустим, выделяется 3-4-5 продуктов. Нет. Пища должна быть разнообразной. Она должна быть разнообразной, она должна быть вкусной, она должна приносить удовольствие, но те продукты, которые выделили жирным шрифтом, они должны обязательно входить в свой рацион козье молоко. И вкладка «Образ жизни». Всем известно, да, это вкладка, которая дает рекомендации по образу жизни для трех представителей, для ВАТ и ПИК-АФКО. Дает рекомендации по физическим нагрузкам, дает общие рекомендации по ароматерапии. И здесь приводится идеальный режим дня, как балансированный для ВАТ и ПИК-АФКО. Почему здесь очень важно обращать внимание? Потому что здесь именно по часам дана активность каждого представителя, да, по или иным дошим. И очень важно придерживаться этого, потому что люди разные, в разных конституциях. И в одно и то же время дня у кого-то наблюдается повышенная работоспособность, и кому-то в это время нужно отдыхать или, наоборот, принимать пищу. И несоответствие, когда происходит рассогласование биоритма, да, этого человека, это может тоже привести, так скажем, к нарушению функциональной активности, к целому нарушению здоровья. Вот мы здесь видим, что здесь приводится режим дня для представителей ПИТа. И обратите внимание, внизу для представителей ПИТа есть примечательный вес, что летом, когда активное солнце, нужно ограничивать нахождение, на открытии на улучшение солнца. Еще раз, да, ПИТа – это горячая дождь, это жар. А здесь мы видим, что у нашей пациентки дождь находится не просто в доминировании, она находится в безбалансе, она составила практически 6 единиц, поэтому, соответственно, состояние активности огня нужно помнить. Итак, мы сейчас с вами разобрали основные, скажем, компоненты, это то, что касается образа жизни, включающего в себя дизету и режим дня. Дальше давайте мы пойдем по рекомендательным вкладкам. И сейчас мы доходим до вкладки, которая называется «Фитотерапия». Сегодня в рамках нашего вебинара немножко я изменю дизайн, скажем, повествование фитотерапии, вкладки «Фитотерапия». Почему? Я хочу сказать, что скоро у нас выходит новый модуль, на котором уже практически закончена работа. Это модуль, который разработан Сороким Малеком Викторовичем, и называется «Фитоэнфиклотудия». Это очень большой модуль, который включает в себя огромное количество травм с полной их характеристикой, классификацией, подбором нозологических форм. И вот те рекомендации, которые я сейчас озвучу для нашей конкретной пациентки, это уже опираясь на модуль фитоэнфиклопедия и, опять же, совместно с Олегом Викторовичем Сорокимом мы подбирали фитотерапию. Итак, все, что касается фитотерапии, то обязательно нашей пациентке нужно назначить холодную горечь. Холодную, да, потому что пито сама по себе горячая. И почему горечь? Потому что горечь выводит, можно так говорить, пито через жарчу. Пито выводится через жарчу. Ей очень много, ее нужно выводить. Жар нужно охлаждать. Это могут все холодные горечи. Что относится к холодным горечам? Что мы порекомендовали? Мы порекомендовали на выбор. Я привожу несколько вариантов. Сразу хочу сказать, что вот все, что я привожу, оно будет... Мы сейчас увидим, да, рекомендации. Нельзя все сразу назначать. Нельзя говорить, что вот это, вот это и вот это. Мы предлагаем, пациент выбирает, да, мы получим рекомендации. Итак, представителям горечи относится такая трава, которая называется коптис китайский. Коптис китайский, где используются корневища этой травы, используются от 2 до 10 граммов измельченных корневищ, которые заливаются 0,5 литров кипятка и настаиваются. Таким образом, там, допустим, термосы. И принимаются в течение дня маленькими глотками. Либо можно применять до еды, за 30 минут до еды. Но лучше равномерно в течение дня. Мы так порекомендовали в течение дня маленькими глотками. Вот коптис китайский. Это холодная горечь. Что можно еще порекомендовать из холодной горечи? Это такая трава, которая называется горячатка шероховатая. Горечатка шероховатая, назначается в такой дозе, как от 3 до 6 граммов, также заливается пол-литрами кипятка, настаивается и применяется как за кучением дня маленькими глотками. Обратите внимание, в рамках нашего сегодняшнего курса я привожу те дозировки, которые являются терапевтическими. Видите, от 2 до 6 граммов. Дозировка подбирается индивидуально. К нашей пациентке мы подобрали дозу 5 граммов. То есть мы конкретно расписали 5 граммов на 0,5 граммов. То есть нужно смотреть от ситуации. Опять же говорю, в рамках нашего сегодняшнего курса, сегодняшнего курса, который мы сегодня проводим, я называю среднетерапевтические дозы. От 2 до 10 граммов, если коптис. Если это горячевка шероховатая, то там доза идет от 3 до 6 граммов. Вот эти холодные горечи, они очень сильные горечи. И, соответственно, их нужно назначать в период обострения, когда выраженный процесс, выраженный кожный зуб, допустим, вплоть до расчесов. В состоянии же ремиссии, когда выраженной остроты процесса нет, можно порекомендовать применять отвар-одувальчик. Значит, одувальчик является мягкой горечью. И поэтому его нужно принимать постоянно в период ремиссии. Мягкое, охлаждающее действие. Мягкое действие, которое способствует, скажем, уменьшению проявления ремиссии. Поэтому одувальчик принимается в количестве 10 граммов, также на 0,5 литра саписка, которые заливаются, настаиваются. И вот его уже нужно принимать примерно где-то по 50 миллилитров до еды. Это то, что касается монокомпонентов. Также, опять же, с Олегом Викторовичем Сорокином посоветовавшись, мы подобрали конкретный фитоконструктор. И этот фитоконструктор я вот сейчас и вам демонстрирую. Фитоконструктор – это многокомпонентный фитовбор, который включает в себя, как вы видите, очень много трав. Но все эти травы обладают разными действиями, направленными на те длиния патогенеза, которые мы разобрали. Что-то из этих трав является горечим, что-то из этих трав является мягким, обладает мягким, седативным действием. Что-то из этих трав является мочегонным компонентом. Мочегонный компонент тоже показан в качестве детоксикации, так как нарушена эта функция, идет зашлакованность, накопление аммы. И нужно выводить токсины. И это возможно сделать при помощи применения им мочегонных средств. Поэтому вот такой многокомпонентный сбор, который включает в себя, ну да, это не болотно, и череда, и тысячелесник, и зверобой, хвощ, листья мяты перечные, так как пицца тип перечные мяты, не болотные. Значит, потому что она охлаждающим, если не болотная. Лист березы, лист грусники, подорожник, опять же, одуванчик, салопка и цикорий. Вот в таких пропорциях составляется фитосбор. Из этого фитосбора берется 15 г, которые нужно залить где-то примерно 300 мл цикорий и принимать от 75 до 100 мл 4 раза в день. Курс приема составляет 4 недели. Рекомендуем принимать до еды. Ну, здесь примерно за 30 прием происходит день. Можно принимать... ...постепенно снижаются, значит, соответственно, и уходят на территорию применения. То есть такой вот долгий прием, долгое-долгое применение фитосбора. Следующая вкладка, значит, если мы продвигаемся по АПК за боку, то есть это вкладка «БАДы». Вкладка «БАДы» включает в себя, скажем, логически активные добавки, препараты нескольких компаний. Мы, как правило, в рамках наших суббинаров останавливаемся на компании «Традо». И сегодня тоже остановимся на препаратах компании «Традо». И вот здесь, выбрав эту компанию, нам предлагаются соответствующие препараты, что же мы порекомендовали наши пациенты. Посмотрите. Прием препаратов, значит, опять же, с учетом тех звеных эпидемида, сейчас я их назову, и еще с учетом пас луны. То есть это тоже необходимо для того, чтобы, так скажем, снизить островую процессы. Давайте посмотрим, что мы назначаем из препаратов компании «Традо». Ну, прежде всего, это препарат, который называется «Ливоблиз». Что это за препарат? Само название «Ливоблиз» – это препарат, который контролирует синхюю печени, является гепатопротектором, то есть влияет на структуру клеток печени, улучшает их регенерацию. И «Ливоблиз» как раз применяется при различных кожных, аллергических или просто аллергических реакциях. То есть, видите, вот он на первом месте, и препарат, который воздействует на состояние функции печени. Значит, применяется «Ливоблиз» на растущую луну. Все представленные здесь три препарата назначаются в едином режиме по одной таблетке два раза в день, но препараты эти назначаются сразу после «Ливоблиз». Прием препаратов длительный, назначаются они три месяца. Их нужно принимать три месяца. Итак, растущая луна, примерно где-то две недели, принимается «Ливоблиз». Затем идет смена препарата, схема такая. Назначается препарат «Ливоблиз». Он назначается на полнолуне. Что это за препарат «Ливоблиз». Это препарат, который воздействует на нервную систему. Он обладает седативным действием. Успокаивающим, такими словами. Он в целом уравновешивает эмоциональный пол и повышает стрессоустойчивость. То есть, то, что необходимо. Мы воздействуем еще на одно звено, это генеза, развитие атопического драматита. Принимается в полнолуне. По той же схеме. Когда фаза луны переходит на убывание, то есть убывающая луна, назначается еще один препарат из этой же компании. Он называется препарат «Гуглакс». Какими свойствами обладает препарат «Гуглакс»? Это препарат, у которого выражена функция детоксикации. Детоксикация. Детоксикация, то есть он как раз выводит, так скажем, токсины. То есть уменьшает зашлакованность и ослабевает воздействие амо. Детоксикация. И наличие, то есть, применяем, совокупность приемов схеме этих препаратов либо близких кгуглаксов, они потенцируют друг друга, то есть усиливают влияние друг друга. Вот такая схема, которая была назначена в нашей пациентке на 3 месяца. Обратите внимание, еще раз связано вот с подъездами по спине. Теперь давайте сделаем перерыв 5 минут и после перерыва продолжим и перейдем уже на следующие вкладки, что касается фиотерапии. Уважаемые коллеги, мы продолжаем. Мы с вами сейчас находимся в рекомендательном модуле. Мы закончили всех рекомендаций, которые касаются фиотерапии, БАДов. И теперь переходим в тот раздел рекомендательного модуля, который касается в целом физиотерапии. Значит, все, что предложено в АПК «Видопульс» по механизмам физиотерапии, оно очень разнообразно. И все сразу назначать пациенту, ну, это просто нецелесообразно и невозможно. Поэтому я остановлюсь только на основных, скажем, рекомендациях, которые будут приемлемы в данном конкретном случае. И их можно сочетать друг с другом. Вначале хотелось бы остановиться на вкладке ТКМ, традиционная китайская медицина. Здесь предложено несколько, так скажем, решений. Остановимся на вкладке, модуле, которая называется «Реклектотерапия». Значит, «Реклектотерапия» ну, это наиболее известный, так скажем, модуль и наиболее действия, потому что он воздействует на… действие его основано на влияние на биологически активные точки. И вам, наверное, тоже это хорошо известно, что работает он в совокупности с гиадолазером, который способен отыскивать биологически активные точки и оказывать влияние на них значит, и воздействие лазера, и еще и иммунами серебра. Воздействие стробы ограничено 20-секундным промежутком времени. Значит, что мы здесь можем посмотреть в этой вкладке «Реклектотерапия»? Ну, прежде всего мы выбираем вариант «Дю», если мы работаем с гиадолазером. Далее, обязательно нужно указать дату, ту дату, от которой, с начала которой пациент будет применять этот метод воздействия на себя. Как вы видите, предлагаю… А, нужно прежде всего еще выбрать термогологическую форму, мы выбрали болезни кожи, мы выбрали конкретно атопический дерматит, и программа нам практически предложила рецепт. Как видите, рецепт рассчитан на 4 дня. Рецепт рассчитан на 4 дня, вот он первый день, значит, соответственно, здесь даже указана конкретная дата, которую мы выбрали, да, это будет первым днем терапии. Обозначаются точки, наведя, значит, на эту точку, она появляется в виде вот такого вот изображения, то есть понятно, где эту точку искать. И, соответственно, нижнее окно рассказывает все характеристики этой точки, к какому она ребяна относится и во что отвечает. В данном конкретном примере у нас появляется первая точка, которая относится к переднему и среднему она ребяну, точка Сиит-12. И вот эта точка, в которой мы начинаем терапию. При воздействии на нее осуществилось, выбираем следующую точку, третью, пятую и так далее. Проходим полный курс воздействия первого дня. Следующий день второй, да, третий, четвертый. После течения 4 дней терапии нужно обязательно сделать контрольное исследование на видополе, потому что может произойти изменение функционального состояния меридиана. Субдош, мы их видели, когда пациент пришел, и после назначения соответствующей терапии плюс рефлексотерапии состояние функциональное по меридиану может, конечно же, измениться. Поэтому через 4 дня курса рефлексотерапии делается еще одно исследование на видополе. В нот выбирается курс рефлексотерапии, но уже указывается другая дата, дата, с которой будет продолжено лечение. И снова будет предложен 4-дневный курс. Так вот, в курсе рефлексотерапии можно применять 4 цикла подряд. То есть давайте считать, 4 цикла по 4 дня – это 16 дней воздействия рефлекса терапевтической по биологически активным точкам. Каждый раз перед новым 4-дневным циклом нужно делать исследование на видополе, чтобы адекватно с нужной даты подобрать рецепт лечения. По истечении этих 16 дней, как вариант, я предлагаю, как один из вариантов воздействия, можно использовать другой модуль АПКВД, допустим, так и называется. Это модуль физиотерапии. И вот здесь при данном заболевании выбираем модуль, который называется КВЧ. То есть воздействие крайне высокими частотами. Крайне высокими частотами могут создавать различные физиотерапевтические приборы, поэтому если у кого-то какие-то есть, мы используем препарат, аппарат, который называется СПИНО. Значит, принцип действия этого мобиля КВЧ, он примерно такой. Значит, мы должны обязательно выбрать дату, от которой собираемся проводить лечение. Выбираем также нозологическую форму мукозные болезни, выбираем конкретную нозологическую проявление атопической термопит, и нам предлагается рецепт. Обратите внимание, я просто озвучу, что данный рецепт рассчитан на 5 дней. Соответственно, также предлагаются те зоны, на которые происходит воздействие. Воздействие происходит соответствующим аппаратам, который влияет крайне высокими частотами, кавычьей крайне высокими частотами. Как правило, на одну зону идет воздействие не более 5 минут. По этим зонам по порядку течения дня проходим, да, одну за другой. На следующий день продолжаем курс лечения, так делаем приодин. По истечении этих 5 дней можно повторить курс кавычей терапии. Следующий курс будет также 5 дней, но, соответственно, нужно выбрать уже дату, от которой будет идти повторный курс. Таким образом, 5 дней один цикл, 5 дней другой цикл, в сумме получаем 10 дней в воздействии к кавычей терапии. Перед этим была рефлексотерапия, которая включала себя 16 дней в лечении, плюс 10 дней в лечении кавычей терапии, получаем вместе 26 дней. То есть практически месяц идет на воздействие в лечении физиотерапевтическими методами различных. Вот эти два метода между собой сочетаются. В принципе, можно было назначить какой-то другой метод воздействия, но все сразу назначать не рекомендуется. Вот два этих метода, да, они сочетаются и вполне друг друга добавляют. Но нужно сказать, что действия физиотерапии мы можем назначить только в период ремиссии. Ремиссии. То есть тогда, когда нет состояния мокнутого, то есть нет вот таких вот ярких проявлений, нет открытых раневых поверхностей, состояние ремиссии. Состояние ремиссии назначается курсу физиотерапии. Следующее, на чем мы сейчас остановимся, это модуль, который вам тоже хорошо известен, но на данный момент он тоже несколько дополнен и обновлен. Это модуль, который называется биоуправление или медитация. И к тем классическим вариантам, которые все хорошо известны, это пилотрек и цветочек, сейчас добавлены еще два модуля биоуправления. Почему я хочу на этом остановиться? Потому что биоуправление, недаром мы назвали это медитация. Это идет воздействие на центральную нервную систему, и обладает хорошо выраженным седативным действием. Приводит в определенную гармонию и нормальный эмоциональный настрой человека. Убирает определенные воздействия раздражения, а значит, уменьшает воздействие проявления пикты, что ухудобляет течение данного кожного заболевания. И в целом обладает антистрессирующим воздействием. Это как раз механизм биоуправления. На чем основан механизм биоуправления? Мы постоянно про это говорим. Вот сейчас у нас есть записанный видеоролик, который мы записали с нашей пациенткой, научив ее правильно дышать. И давайте посмотрим сейчас этот видеоролик, и потом я дополню то, что мы увидим. Смотрим видеоролик. Начинаем. Программа биоуправления. Выбираем вариант, который называется «Гармония хаоса». Старт программы произойдет через 15 секунд. В это время происходит настройка программы. Регистрация R зубцов. Загружается программа. И выбираем функцию «Играть». На экране появляется множество хаотично двигающихся точек. Задача нашей пациентки за счет управляемого дыхания собрать в точке в единую фигуру. «Играть». Правильное дыхание заключается в том, чтобы акцентировать свое внимание на фазе выдоха, сделать его более пролонгированным по сравнению с фазой вдоха, полностью расслабиться, смотреть за фигурами, слушать музыку. И в результате правильной релаксации фигуры начинают собираться в единый круг, который в начале, первый круг, должен появиться красного цвета. Здесь же мы наблюдаем, как происходит динамика контролирующих столбиков, индексов показателей, «Успешность». Правильная релаксация проявляется в том, что показатели фиолетового индекса должны превышать красную пограничную черту. Другой же столбик, который отважает в процентах, показатель успешности формирования фигур, единых фигур. Итак, даем возможность неслабиться, сконцентрироваться на дыхании и давайте вместе следим за тем, что получается. Итак, получилось сформировать первую фигуру. Фигура, мы видим, красного цвета. Она соответствует первой энергетической чакре, Муладхари. И, соответственно, сформировалась красного цвета. Далее появляются хаотично разбросанные точки оранжевого цвета. То есть, мы переходим на второй уровень и задача сформировать вторую фигуру, второй шар, но теперь он уже должен быть оранжевого цвета. Посмотрите, за индексом успешности выполнения задания он постепенно растет. «Посвоя леон threads» Появилась вторая фигура, фигура желтого цвета, которая соответствует второй энергетической чакре в Сацхистане. Теперь переходим еще один уровень на третий уровень, добавляем в решеточки желтого цвета и в результате правильного дыхания нужно теперь сформировать фигуру желтого цвета. КОНЕЦ КОНЕЦ Вот мы видим, что фигура третья тоже сформировалась. Итак, мы продолжим. Как вы видели в самом начале, выбирается несколько уровней отлевка ладо сложного и, соответственно, принцип тот же самый, физиология управления дыханием. Мы попросили пациентку дышать таким образом, чтобы сконцентрироваться на своем дыхании так, чтобы фаза выдыха, как это и должно быть физиологично, должна быть длиннее, чем фаза вдоха. Думать только о дыхании больше не о чем. Ну и когда звучит вот такая вот красивая мудка, когда на экране перед глазами появляется такое хаотичное движение точек, которые концентрируют целый генную фигуру, это заставляет релаксироваться. И на фоне вот такого вот управляемого дыхания, когда идет активация парасимпатических отделов нервной системы, происходит нормализация, так скажем, ритма работы сердца, происходит урежение частоты сердечных сокращений. И в целом активация парасимпатической нервации, которая способствует снижению индекса стрессирования, то есть индекса стресса. Что и необходимо при данной нозологии, снять уход в повышенную чрезмерную возбудимость. Ну вот Ирине первый раз вот этой пациентке ей удалось создать три фигуры. Каждая фигура, как я говорила в этой видеоролике, соответствует чакре, энергетической чакре. Она создала за пять минут три фигуры. Нужно в идеале, конечно, собрать все семь фигур, которые соответствуют всеми энергетическим чакрам. Но она делала это впервые. И, соответственно, три фигуры это тоже показатель. Ну и после того, как она у нас поиграла первый раз, так вот помедитировала, под ее управляла, мы сразу же посмотрели эти индексы, которые мы получили при следующей записи на видопульсе. Это у нас все происходило в один день, в который она к нам, скажем, обращалась. Ну вот это то, что случилось после биоуправления. Я сейчас поднимусь вверх и открою ту вкладку, тот индексов, с которыми она к нам пришла в начале. Давайте посмотрим. Значит, индекс стресса у него составил 365, 61 цена адаптации, 70 морфо-функционального состояния, 2,5 биологического старения. После биоуправления, после пребывания, так скажем, у нас общение с нами. Посмотрите, индекс стресса снизился до 214. То есть не произошло его катастрофического снижения. Нормальная, совершенно адекватная реакция организма на такое вот расслабление. 265-214 приближается к границе с нормой. Цена адаптации уменьшилась до 505-61. Мое функциональное состояние осталось на том же уровне, 70%. Скорость биологического старения снизилась до 0,1. Было 2,5. То есть вот уже с первого раза мы видим динамику определенную. Что произошло? Снижение этих индексов, которые характеризуют состояние напряжения и в целом фрусируется. Вот это модуль биоуправления. Если биоуправлением заниматься неоднократно, а заниматься регулярно, то, соответственно, можно достичь более хороших результатов и в целом по конкретной метеологической форме, то есть по атакуческой интернативе, снимая только повышенную возбудимость. Следующая вкладка, мы идем, скажем, несколько не по порядку, так как они расположены у нас в программе, а в определенной, скажем, логической последовательности. Значит, следующая вкладка, которая есть также в рекомендательном модуле, это вкладка аромотерапия. Значит, аромолопеция. Точно так же мы выдаем определенную форму метеологическую, выбираем атопический дерматит, и нам здесь предлагают ряд ароматических масел, из которых мы также выбрали два, которые имеют самый наибольший индекс значимости, и порекомендовали их наши патентки. Что мы выбрали? Мы выбрали, как вы видите, первое, это масло лаванды, и второе, это масло ромашки. По энергетическому воздействию мы более благоприятны, для представителей петрофитов. Что мы рекомендуем делать с этими ароматическими маслами? Ну, прежде всего, это ингредиционный способ воздействия. То есть это аромалампы в домашних условиях, аромалампы, да, и в воздействии лечения происходит ничего, не требующее от пациента. Далее. Далее можно использовать эти масла в качестве нанесения на кожу. Почему? Потому что кожа сухая. При атопическом дерматите кожа сухая. Кожу нужно увлажнять. Кожу чем надо увлажнять? Ну, казалось, что вода. Вода сушится, поэтому ни в коем случае. Значит, увлажнять кожу нужно маслами. Есть даже такая процедура терапевтическая, называется промаслами. Ну, пожалуйста, да, нужно воздействовать на особо сухие участки кожи вот этими маслами. А еще эти же масла можно применять, используя еще один модуль на АПК-водокос, разделе физиотерапии, а допустим, массаж стоп. Модуль устроен также по такому же принципу, как рефлексотерапия и физиотерапия. Что здесь есть? Значит, выбираются также кожные болезни, выбирается состояние атопический дерматит, и, соответственно, предлагается рецепт. Рецепт воздействия на определенные зоны на ступне. Значит, в программе есть как левая, правая. Значит, и вот рецепт начинается с воздействия на зону почек. Выделяется в программе, где эта зона находится, остается ее полная характеристика. Воздействие идет пальпаторное. Это пациент может делать совершенно самостоятельно. Вот все, что мы видим сейчас перед глазами, это можно все сохранить. Есть такая возможность, такая функция сохранения с полным описанием всех точек. Пациент может совершенно в домашних условиях воздействовать пальпаторно, проходя согласно рецепту по тем точкам, которые указаны в той последовательности, которые он видит перед собой. Значит, и можно воздействовать при помощи и аромамасла. То есть, не просто массировать на сухую, а при помощи этих же самых масел, которые мы подобрали на токаре допустим. Это тоже будет такое вот физиотерапевтическое воздействие. И можно дополнить те два метода, которые мы видели, а можно использовать совершенно самостоятельно. И ограничений каких-либо нет. То есть, это можно делать в любую свободную минуту. И это будет воздействовать на эти биологические активные почки. Вот такие рекомендации, которые были в наших возможностях, в наших силах. Мы дали нашим пациентам с ее конкретным заболеванием. Теперь давайте посмотрим динамика состояния до и после. То есть, в зависимости, сейчас мы пройдем по тем вкладкам, которые мы видели в самом начале, то есть, теми показателями, с которыми она к нам пришла, и с теми показателями, которые она пришла к нам повторно. И первая вкладка, которая наиболее информационна, которая оценит функционально социальные системы, это вкладка энергия. Чтобы не обращаться в то, что было до, то, что было после, я сделала сразу две картинки. Первая картинка – это то, с чем к нам обратились, и вторая картинка – это то, с чем к нам пришли повторно. Значит, что делала пациентка? Значит, пациентка принимала пито-терапию, она принимала БАДы. Из того, что мы рекомендовали, это обязательно диета. Была очень жесткая режим дня, она соблюдала, соответственно, арома, воздействие, которое было рекомендовано, и приходила к нам по поводу, значит, рефлексотерапии, где понравилось влияние ВАДАЛАТРА. Ну, вот такой вот дисциплинированный пациент. Что мы увидели? Ну, во-первых, мы увидели визуально то, что, ну, конечно, сухость кожных покров никуда не исчезла. То есть, сразу хочу сказать, что есть болезни, которые можно перевести только в состояние слегка ремиссии и полностью излечиться невозможно. Поэтому за короткий сок излечиться от хронического заболевания, ну, тоже нельзя. Мы увидели резкое улучшение. То есть, не было уже такого вот страшного зуда, и, соответственно, расчесов, которые были первоначально, их не было. Но сухость кожи, она оставалась. Значит, посмотрим на состояние, функциональное состояние энергии. Вот это то, что мы видели в блокозу, как это напряжение по энергии тонкой пешки, истощение по энергии почек и истощение по энергии почек. Что произошло? Посмотрите, функциональное состояние по энергиям тонкой пешки, пусть не в идеальной норме, но стремится к этому. И происходит, вернее, не произошло пока улучшение по состоянию энергиям печени. Ну, как бы, реакция совершенно адекватная, потому что питотип, проблема с печенью, все, так скажем, компенсировать за какой-то короткий период времени, потому что забывание все-таки невозможно. Но динамика, тем не менее, наблюдается положительно. Дальше. Дальше давайте сравним те показатели, которые были вот в осу Дошин. Еще раз. Значит, первая картинка это то, что было и то, что стало. Значит, мы видели, что Броджака была в напряжении, то, что характеризует состояние кожи Роджака в таком вот истощении. Это то, что характеризует состояние печени. Смотрим, что же стало. Доши находятся в состоянии нормального показания, да, то есть состоянии зеленого спектра от пленителей у четырех. Значит, Броджака уменьшилась, Роджака, наоборот, выросла в санкциональной активности. Но, тем не менее, по меридианам мы пока не видим полного восстановления. Но, тем не менее, динамика положительна. И на то, что я обращала внимание вначале по капхо тоже. Смотрите, это атака, которая была заблокирована, да, которая отвечает за эмоциональное состояние, эмоциональный комфорт, уравновешенность, эмоциональный покой, который находился в таком выраженном истощении. И теперь так пока увеличилась, то есть она находится в состоянии нормы, то есть и психоэмоциональное состояние пациент уже улучшил. То есть университет, конечно, по данным заболеваниям мы видим на высок положительный сценарий. Далее. И вкладка, о которой я тоже говорила, что мы посмотрим в самом конце, это вкладка музыкотерапия. Значит, если помните, то синяя часть этой диаграммы составляла 25%. И переходного, скажем, звена было очень мало. То есть сейчас обратите внимание, та часть, которая приходится на долю диссонирующих интервалов, то есть дисгармоничных, составляет 15%, уменьшилась на 10% и увеличилась количество переходной зоны. То есть если сопоставить до и после, мы тоже набираем положительную динамику. вкладка медицинской терапии нужно смотреть динамику, следить за состоянием пациента. Динамику кожи как органа нашего организма. И так как наш вебинар, который проходит в рамках мини-курса, посвященный сегодня разбору козных правилований, вы знаете, что по окончании мини-курса для тех, кто желает, мы проводим контрольное задание, предлагается выполнить для того, чтобы потом получить сертификат. Так вот, сегодня мы повторяем эту практику и соответственно предлагаем вам выполнить контрольное задание, которое должно поддержать в себе карточку пациента, но карточка пациента должна быть с наличием какого-то кожного заболевания, любого, абсолютно любого, с любыми проявлениями нахоза. Значит, вы должны прислать нам на почту карточку исследования, где будут исследованы до и после вашего воздействия, пояснительная записка, то есть пояснение, жалобы, анализ, какие-то интересные моменты, которые вы узнали из жизни и истории болезни данного пациента. И вот сегодня мы хотим еще добавить к этому заданию ответы на вопрос. Что это за ответы на вопросы? Ответы на вопросы приводятся в следующем слайде, сейчас я на них остановлюсь, немножко подробно расскажу. Но, помимо этого, нужно дать еще заключение о функциональном состоянии вашего пациента с кожным заболеванием и дать определенные рекомендации. Но заключение о функциональном состоянии и рекомендации нужно сделать в заключении карточки. Вы знаете, что при работе на АКК допустим, есть такой раздел, как заключение. Вы его формируете, где полностью даете заключение функциональном состоянии и те рекомендации, которые вы посоветовали вашему пациенту. Работу присылаете на нашу почту, присылать и нужно срок на выполнение работы дается две недели, то есть до 13 апреля наша работа. Мы работы просматриваем, их анализируем и, соответственно, даем обратную связь, обратный ответ, если есть какие-то неточности, мы обращаем на них внимание. По поводу вопросов, которые мы решили сделать в рамках того мемникурса, который вы сейчас послушаете. Это вопросы, которые касаются анатомии и физиологии кожи. Соответственно, как вы видите, здесь всего пять вопросов. Они будут у вас в той видеозаписи, которую вы получите себе на почту, а также вы получите их в виде отдельного опала абсолютно все, независимо с того, хотите вы не хотите выполнять домашнее задание, мы вам вышлем на почту их отдельным документом эти вопросы. Если вы сочтете нужно на них ответить и выполнить задание, мы, конечно, это только приведем. И будем ждать от вас ваши клинические случаи. На этом я благодарю вас за внимание и перехожу к разделу вопросов. Давайте начнем по порядку. Наталья задает вопрос, от чего защищает повышенное фотоотделение при мемопаузе? Наталья, ни от чего оно не защищает, скажем так. Фотоотделение это одно из проявлений гормональной дисфункции, которая связана с истощением секреции женских половых гормонов. И, соответственно, женские половые гормоны принимают огромное, колоссальное участие в регуляции ряда физиологических функций, в том числе регуляции тонуса сосудистой стенки. И физиологический момент в жизни женщины, когда происходит истощение гормонального фона, и одно из этих проявлений этого истощения может быть повышенное потоотделение. Сказать, чтобы она чего-то защищала, так нельзя. Следующий вопрос Марина задает. Индекс скорости биологического старения это не показатель работы сердца? Нет. Мы не можем сказать, что это показатель работы сердца. это показатель соотношения двух регуляторных механизмов. Если говорить с точки зрения физиологии, то это соотношение роли симпатического отдела логитативно-мерной системы и парасимпатического, которые находятся с другом в антиорганистических отношениях. То есть симпатическое влияние, оно обладает подпоздающим действием, парасимпатическое термозящим. И вот это соотношение должно быть всегда чуть-чуть в норме больше преобладаемой симпатики, симпатического действия и быть от 0,7 до 2. Если этот индекс увеличивается, то это говорит о преобладании симпатического звена, а значит о преобладании механизмов возбуждения. Если мы видим, что этот индекс увеличивается у вашего пациента, к примеру, когда он находится в состоянии покоя, то есть он у вас находится в положении лежа, и он совершенно спокоен, и у него этот индекс больше, чем это необходимо, то это говорит о том, что организм тратит больше количества энергии, чем это нужно. То есть энергозатраты преобладают на процессе энерговосстановления, а значит происходит истощение энергетических запасов, и такое истощение может к чему привести к быстрому изнашиванию, быстрому старению клетки. Вот что такое индекс скорости биологического старения. этот индекс он довольно изменчив, он не постоянен, но если из раза в раз мы видим, что этот индекс высокий, то это говорит о том, что организм требует повышенного энергообеспечения для своей жизнедеятельности, значит где-то на каком-то уровне случились какой-то функциональный сбой, там уже нужно искать причину, где этот сбой произошел. Вот, этот индекс совершенно адекватно отображает ситуацию функционального состояния. То есть он может быть нормальный в пределах на целых 0,7-2 и допустим если вы попросите своего пациента сделать например 20 прыжков и после этого снова сделаете запись на этот пульс, то этот индекс вырастет. Это естественно это говорит о том, что на физическую нагрузку произошла активация симпатического отдела репетативно-нервной системы. Но после того, как он придет в себя по вашей исследованию, если у него все процессы физиологические происходят нормы, этот индекс тоже вернется показать на норму. Вот, о чем говорит в колледж биологической стороны. Дмитрий задает вопрос. Спасибо. Значит, что означают пики на различных частотах? Значит, этот вопрос задают неоднократно. Значит, пики имеются ввиду соответственно спектральный анализ. И действительно пики повышения активности на определенных частотах соответствуют функциональной активности того или иного органа. пики. Но вот сейчас я вам не могу рассказать на какой частоте, если случился пик, то о работе какого органа это говорит. Но это действительно так. Пики означают на определенной частоте функциональное состояние того или иного внутреннего органа. И это является одним из механизмов алгоритмов работы программы витокульс и благодаря чему и определяется функциональное состояние меридиана. То есть это театрские разработки, которые заложены в программу АПК витокульс и которыми владеется орган витокульс. Так, Татьяна задает вопрос. И все же при оценке дисбаланса, я так понимаю, подошвим отталкиваемся по шкале от уровня 4-0 или 5-0. Открываем этот слайд. Дисб, вернее, проявление, функциональная активность ДОЖ определяется по 10-бальной системе. И здесь мы отталкиваемся от показателя 5 баллов. 5 баллов это так будем говорить верхняя граница нормы. То есть если показатель ДОЖ до 5-ти, это говорит о том, что она находится в доминировании. Если больше чем 5, то это уже идет дисбаланс по данной ДОЖ. Вопрос, видимо, возник в связи с тем, что определение по СУП-ДОЖ и под ХАТУ, то есть то, что мы анализируем в вкладке Недана, здесь отталкиваемся от показателя зеленого коридора 4, здесь 4. Показатели СУП-ДОЖ здесь отталкиваемся от показателя 5. Валентина задает вопрос, Близ Минт в полнолуния начинать и сколько дней пить? Либо Близ Минт в полнолуния начинать и сколько дней пить? Немножечко захватывать состояние растущей Луны и немножечко захватывать состояние убывающей Луны. Ну а первый и второй препарат, Лива Близ и Калакс, ну да, примерно где-то по длину будет. То есть принимается с фазами лунного цикла, лунного календаря. Так, Дмитрий. Значительное напряжение моридиана в желудке и значительное повышение клетака капхи и бисклинических проявлений в любом случае может указывать на докторе или на психические симптомы. Так, ну это вопрос не нашей, да, сегодняшней темы, так понимаю. Ну давайте откроем кладку с удуши. Итак, значит, если повышается клетака капха, да, она свидетельствует о преобладании слизи компонента желудочного сока слизи, который ну обильно, так скажем, много выделяется, если в этом есть необходимость. В этом есть необходимость кладки с удуши. у вас такой пациент психосомат. Ну тогда здесь сейчас давайте сначала по кладкам до откуса. Значит, если появляется много слизи, о чем свидетельствует следак, значит, есть в этом необходимости как механизм защиты слизистой от агрессивного воздействия соляной кислоты. Гиперпродукция соляной кислоты это проявление как правило либо гастрита, либо язвенной болезни. Ну, если вы задаете вопрос, я вам не могу. Значит, соответственно, язвенная болезнь это яркий пример психосоматического заболевания. Поэтому, если у вашего пациента идут нарушения, связанные с эмоциональным состоянием, он легко возбудим, он активно стрессируется, подвержен этим факторам, либо находится в состоянии хронического стресса, то у него выделяется огромное количество спрессирующих гормонов таких как кузов. И это может способствовать развитию стресс-язвы. И иногда стресс-язва не дает у себя никаких клинических проявлений. Ее могут найти случайно при исследовании на фиброгастрогалодемоскопе. Вот. Поэтому такие проявления, которые вы видите на эдопульсе и знаете, что у вас пациент типа соматикой, они могут быть следствием хронического стресса. И при этом пациент может при этом подавать какую-то выраженную клинику. следующий вопрос. Дмитрий задает вопрос. Чем отличаются модули в биоуправлении? По сути результат один и тот же при использовании любого модуля. Какой критерий выбора? Цветок, хаус, камни, биологический и физиологический механизм всех этих четырех вариантов совершенно один. Поэтому последние два варианта, ну, скажем, новый вариант, новый подход, но физиологический смысл тот же самый. ну, ну, как вот я сейчас скажу свое побективное мнение, мне кажется, что два новых модуля, которые мы сегодня на день видели, он, ну, нагляднее, динамичнее, что ли. Поэтому ваше право выбирать тот вариант, который у вас есть, и который вам нравится. Но принцип работает абсолютно одинаково. так, и Татьяна, если очень тонкая кожа, можно бы увеличить из-за него все? Ну, наверное, это чисто анатомически наследственно заперлинированный фактор, который увеличить невозможно. Можно только тонкую кожу заберечь и за ним тщательно ухаживать. Только так. Вопросов больше нет. Спасибо. Если вопросов больше нет, я всех благодарю за внимание. Ожидаем вас на следующих вебинарах наших. Всем большое спасибо. Благодарю. До свидания.